Здравствуйте, дорогие друзья! Некоторое время назад вышел наш первый выпуск нового проекта «Warning». И мы получили большой отклик от вас, и мы очень вам за это благодарны. Также мы получили вопросы и комментарии, на которые мы сейчас хотим ответить. Но для начала, пастор Богдан, продюсер проекта, расскажите, пожалуйста, о чем проект и какие цели он преследует. Проект «Warning» — это наш новый проект, в переводе на русский язык — это предостережение или предупреждение. И наша цель — разоблачать или выявлять разные вредные, негативные и даже демоническое влияние, которое скрывается в этих разных вещах, которые выходят в этом мире. В наших будущих выпусках мы будем затрагивать такие сферы, как музыка, фильмы, мультфильмы, украшения, разная символика и так далее. И этим мы хотим помочь, во-первых, родителям и также предостеречь или уберечь наших детей от этого негативного влияния, которое разрушает их. Хотел бы дополнить, что команда, которая участвует в этом проекте, — это целая группа людей, которые исследуют эти все вопросы. Дальше это проходит перевод, так как мы в будущем хотим выпускать это на английском и на русском языке, редакцию, ну и потом целая медиа-команда, которая монтирует и выпускает эти выпуски. Я очень благодарен этой команде, посвященных людей. И также сегодня, пользуясь случаем, хотел бы представить Катю, которая является режиссером этого проекта. И она сегодня поможет нам разобраться в разных вопросах. Да, расскажите, пожалуйста, о чем был первый выпуск и краткий обзор, что там было. Первый выпуск был об опасностях Диснея. И мы затронули пять главных пунктов, хотя их, наверное, есть больше, но пять я их сегодня назову. Первое — это что в большинстве мультфильмов, которые сегодня выпускает Дисней, идет призыв к свободной и беспечной жизни. Идет такая тема, как «следуй своему сердцу». Мы объясним, почему или в чем опасность таких фраз. Второе — это во многих мультфильмах, современных мультфильмах сегодня, мы замечаем очень такие яркие сексуальные намеки, которые призывают детей к действиям. Третье — это колдовство и общение с потусторонним миром или с духами. Четвертое — это сатанизм и дьявол представлен как положительный, добрый друг и герой. И последняя опасность Диснея — это пропаганда ЛГБТ. И все эти сферы раскрываются в этом первом выпуске, где мы реально показываем отрывки разных картин и говорим, почему это негативно влияет на детей. У зрителей возник первый вопрос, почему именно мультфильмы и особенно почему именно Дисней? Я цитирую, смотрится так, как будто кто-то заказал на компанию. Ну, конечно, никто не заказывал такой ролик на компанию. Мы видим, что Дисней... Причина, почему мы именно первый выпуск сделали об опасностях Диснея, потому что Дисней — это то, о чем знает каждый ребенок. Это то, что смотрят дети в каждом доме, в школах, в других заведениях. Современные дети постоянно смотрят мультфильмы, и они оказывают колоссальное влияние. И, к сожалению, родители часто не проверяют контент этих мультфильмов. И часто мы попадаемся на то, что если мультфильм выходит под маркой «детский» или «семейный», что это значит такое доброе, безобидное видео. На самом деле это уже давно и далеко не так. И мы также обратили внимание на заявление руководства Диснея, что они планируют делать в будущем, какая пропаганда сегодня стоит у них в целях. Поэтому сегодня, я бы сказал, мультфильмы, они стали более негативную информацию несут. Если взять фильмы, мультфильмы 50 лет назад и сегодня, то мы видим, как это развивается все в плохом направлении, несет нехорошую мораль, имеет демоническое влияние. Это уже несет за собой в будущем тяжелые последствия. И наша цель будет предостеречь родителей, людей, чтобы они были очень внимательны и осторожны. Да, и первый пункт, первая опасность Диснея, которую вы сейчас тоже упомянули снова, это следуй за своим сердцем, призыв к свободной жизни. Свободная жизнь, так ли это плохо? И следовать за сердцем, так ли это опасно? Ну, здесь я хочу объяснить, что имеется в виду в этом пункте. Это когда мультфильмы, например, призывают детей либо не уважать родителей, либо не слушать родителей, либо не обязательно слушать родителей. Это все постепенно программирует детей именно так и реагировать. И когда мы говорим о такой фразе, которая популярна в диснеевских мультфильмах «Следуй своему сердцу», то я хотел бы поделиться христианской позицией. Писание призывает нас, во-первых, следуй Божьей воле и Божьему слову. И если и можно следовать своему сердцу, то это при условии, что это сердце принадлежит Богу и следует его заповедям. Иначе следование своему сердцу всегда будет противоречить либо божественным, либо родительским принципам и законам. И сегодня, я думаю, можно встретить в мире очень много людей, которые следовали своему сердцу, но сегодня они сидят в тюрьме. Почему? По простой причине, потому что следование сердцу ограничено законами, либо государственными, либо библейскими, либо родительскими. Да, абсолютно согласна. И что касается сюжетов, в комментарии есть такой комментарий, где говорит, что фрагменты, которые мы привели, вырваны из контекста. И я хочу немного объяснить, потому что мы выделили именно эти фразы для того, чтобы прям показать, что конкретная фраза звучит в мультфильмах и не в одном мультфильме. Но в некоторых мультфильмах не звучит этой фразы, но есть прям тонкий сюжет именно на эту тему. Например, в «Русалочке». И что самое страшное, русалочка, она влюбляется, она русалка, она влюбляется в человека, в мужчину, что вообще противоестественно, абсолютно противоестественно. И она природно никогда не может быть с ним. Она говорит об этом отцу, отец в ярости, он против. Она выказывает непослушание и приводит это к тому, что она обращается к гадалке. И через гадалку она обретает ноги и попадает на землю, где она добивается расположения этого мужчины, этого принца. И только благодаря какому-то стечению обстоятельств это заканчивается хорошо. Хотя если взять оригинальную сказку, Андерсон заканчивает ее так, что принц, он женится на принцессе, насколько я помню, а русалочка превращается в пену морскую, что мне кажется более логическим концом, логичным концом, логически правильным. То есть это приводит к череде неправильных поступков и только чудо, что все заканчивается хорошо. И по-моему это даже скорее негативное влияние мультфильма о том, что показывать непослушание, обращение к гадалке в итоге приводит к хорошему результату. То есть я хотел сделать так. Я бы хотел добавить, что опасность вот таких мультфильмов в том, что здесь мы представляем детям идею, что если у тебя что-то не получается или что-то тебе не разрешают, то ты можешь обращаться к духам, к гадалкам, к волшебству. И используя вот эти методы, ты можешь достигать своих целей или желаний. Но в свете Писания мы знаем, что Бог говорит наоборот, не обращайтесь к гадалкам, к волшебникам, потому что это все будет негативным отпечатком отразиться в будущем на ребенка, на человека, который следует этим методам. И вот в этом и есть опасность, которая пропагандируется через мультфильмы, где мы видим волшебство, спиритизм и гадания ведьмы и так далее. И мы детей постепенно приучаем к этому, в этом и есть как бы опасность. Да, если еще добавить по поводу сюжетов на эту же тему «Следуй сердцем», мы приводили там пример из «Мулан-2», где Мулан советует другой девушке тоже следовать сердцу. Но в то время, когда у Мулана это было по одной причине, то есть она отправилась на войну, потому что так ей подсказало сердце, и она победила, то девушке она советует касательно любви, то есть следовать своему сердцу. Мне кажется, что если у тебя следование сердцу привело к хорошему результату, не значит, что ты можешь советовать это каждому, и везде такой же будет результат, то есть хороший результат, положительный. Иногда следование сердцу может быть очень и очень опасным. Следующий вопрос у нас есть про мультфильм «Мегамозг». Комментатор говорит, что фразы, которые мы цитировали, я заставляю зло выглядеть таким привлекательным, так говорит «Мегамозг», что это сарказм, что это ирония. Если это ирония, можно это смотреть? Я думаю, что даже взрослые не всегда могут в этих вопросах разобраться, а тем более дети. У меня вопрос к вам. Вы думаете, дети всегда могут различить, где ирония, а где нет? Я думаю, что для большинства детей они воспринимают любую информацию, как за чистую монету. В этом как бы и есть опасность любых таких идей, которые могут восприниматься двояко. Я бы, например, даже не стал шутить с такими фразами или песнями, как, например, в этом мультфильме песня поется «Дорога в ад». Почему это должно выглядеть интересно, круто, забавно? Ведь это вообще должно быть ужасно. Но сегодня это преподносится как будто что-то как нормально. И когда, например, в мультфильмах диснеевских мы видим, что часто дьявол, демоны, вот эти чертики, они все преподносятся как хороший такой герой, он друг. В одном из мультфильмов диснеевских девушка берет этого демоненка на руки, как бы она с ним общается, он пытается защитить, помочь, посоветовать. Это все программирует детей, располагает их к демоническому миру. И дети воспринимают, что значит дьявол — это неплохая личность, с ней стоит общаться, дружить. А в будущем потом это приводит к тому, что некоторые продают дьяволу душу. А уже дальше, я думаю, мы, взрослые, понимаем, что это все ведет к очень тяжелым последствиям в будущем. Поэтому я думаю, что не стоит, и родителям стоит предостерегать или защищать своих детей, чтобы они не пропитывались этой пропагандой, которую проталкивает Дисней. Да, я согласна. И что касается еще сюжета именно «Мегамозга», тоже был комментарий о том, что мультфильм, на самом деле, мы не поняли суть, и он, на самом деле, учит хорошему, учит тому, что в каждом человеке есть что-то хорошее, даже если человек плохой. И, возможно, есть такой смысл в этом мультфильме, но песня одна, вот «Highway to hell», да, «Дорога в ад», и в ней звучат слова, это такая драйвовая песня, «Мегамозг под нее танцует», она такая зажигательная, мне кажется, она прямо очень сильно западает в голову. И там есть такие слова, что он говорит, «Меня больше ничего не интересует, я спускаюсь вниз, где тоже будут все мои друзья». Эти слова звучат, «Где будут все мои друзья, я иду в ад». По-моему, это прямо очень страшно, да, не может быть смешным. А еще в конце звучит песня «Майкл Джексона, Bad», и припеве там «Я плохой», «Я плохой» и «Плохой» преподносится как «Крутой», но это не есть синонимы. То есть вот эта идея, что зло предоставить в таком свете безобидным или что быть злым – это уже не так плохо, то это тоже плохой пример для детей, которые смотрят эти мультфильмы. И Писание вообще пытается спасти мир от ада. Христос ради этого пришел в этот мир, чтобы дать людям жизнь вечную, но сегодня как бы современные мультфильмы направляют именно в ту сторону, что ад не такой уж и страшный. Да, это даже приключение, это даже весело, как в некоторых мультфильмах Диснея. Хорошо, есть вопрос по поводу того, не преувеличиваем ли мы, не преувеличено ли влияние вообще мультфильмов. Спрашивают, откуда статистика о кошмарах у детей, и может мы ищем опасность там, где ее вообще нет? Ну, во-первых, я бы вам, кто не смотрел этот выпуск, «Чем опасен Дисней?», там, где мы рассказываем вот эти пять ярких таких самых пунктов, там один из них – это мы очень хорошо показываем именно страшные такие ужасные картины, которые приводят детей к кошмарам. Там мы прямо нарезку сделали кадров из разных мультфильмов, и вы увидите, что даже взрослым оно как-то жутковато смотрится, а тем более маленьким детям. Поэтому нам не нужно было даже искать статистику в интернете, как это плохо влияет на детей. Мы смотрим даже на наших, на моих детей, на детей наших друзей, что после таких мультфильмов, например, ребенок не может спать, приходит ночью и просится к родителям побыть вместе, или боится выключать свет и так далее. Это все вот влияние, негативные последствия вот таких вот страшных демонических мультфильмов. И, конечно, легко заметить, что дети иногда после просмотров мультфильмов, они начинают играть эти сцены, переодеваться в этих персонажей, то есть они впечатляются этой информацией. И когда идет информация страшная, ужасная, то, конечно же, дети потом это влияет на их психику. Я думаю, что это нетрудно проверить. Я думаю, достаточно есть статистики информации сегодня на эту тему. И я также вижу, что пропаганда сегодня имеет очень большую силу. Информационная война – это мощная вещь. Но для взрослых пропаганда преподается через другие методы. Для детей самый эффективный метод – это сегодня анимация или мультфильмы. И сегодня через этот метод проталкивается любая информация. Один из таких негативных примеров – это, например, пропаганда ЛГБТ. Даже если родители против, и родители даже и не думали об этом говорить, для некоторых это естественно, это ненормально. Тем более это противоречит полностью писанию. Но в мультфильмах это преподается как такое безобидное, нормальное вещь, к чему дети должны быть открыты, расположены, вмещать. И в будущем даже, наверное, и практиковать. И сегодня как бы это проталкивается через диснеевские мультфильмы. И, конечно же, это не только пропаганда ЛГБТ, но и другие вещи, как, например, волшебство, как нормальный стиль жизни и так далее. Да, что еще касается статистики, мы не приводим никаких цифр, никаких процентных соотношений, никаких ссылок на источники. Мы говорим некоторых детей, это даже не многих, а просто некоторая часть. Но я уверена, что их, к сожалению, немало. И я могу привести такой пример из личного опыта о том, к чему могут привести некоторые мультфильмы. Казалось бы, безобидные. О принцессах, о русалках. В какое-то время я столкнулась, будучи в подростковом лагере, с тем, что девочки, подростки 12-13 лет обращались к служителям с просьбой помолиться, избавиться от навязчивой мысли, что они хотят, что они недовольны своей внешностью. Они недовольны тем, в каком они положении. Они хотят быть принцессой или русалкой. Причем это не просто желание, это такая навязчивая мысль, им это снится. Они чем дальше, тем больше недовольны тем, как они выглядят. Это страшно, это приводит к психологическим даже проблемам. Следующий вопрос, который тоже довольно часто у нас спрашивают. Если Дисней смотреть нельзя, советские мультики, они лучше? Ну, я думаю, что любой мультфильм может быть либо хорошим, либо плохим. Нет разницы, он американский или советский, или еще какой-то. Здесь главное, какой смысл он несет и противоречит ли это принципам писания. Как это формирует наших детей, какой урок в этих мультфильмах. Если, например, мультфильм призывает идти к волшебникам за помощью, то, конечно, это плохо. Даже в советских мультфильмах, например, мы видим там, например, присутствует спиритизм, Баба-Яга, Кощей Бессмертный и другие персонажи. Вопрос, к чему это располагает или призывает наших детей. Я думаю, на это стоит больше обращать внимание. Какой смысл? И родителям, конечно, стоит фильтровать или проверять, потому что контент мультфильмов, например, какими они были 50 лет назад и сегодня, он очень как бы изменился. И их выходит настолько много, что родители не успевают как бы все проверять даже. И в этом как бы тоже есть опасность. Да, я приведу пример тоже, что у меня маленькие дети. И когда я впервые начала им читать сказки, наши старые сказки, русские народные, и Чуковского даже, и я начала просто читать мои любимые, которые я все детство знаю, и я ужаснулась, какие сцены там бывают. Допустим, волки семеро козлят, ему там спороли пузо туда, камни положили, или он потом утонул, или муха-цокотуха, там вообще целая битва, причем с жестокими словами, детская сказка. И в то же время там рядышком сказка о гадком утенке, да. То есть она, наоборот, учит положительному, учит хорошему. То есть там тоже есть разные. И если мы думаем, ой, это же наши добрые, хорошие там диснеевские мультики, я все детство их смотрел, просмотри еще раз и подумай, ты готов такие вещи, тем более вот пять опасностей, которые мы предоставили, ты готов такие вещи показать своему ребенку? Иногда мы используем телевизор или мультфильмы, электронику, гаджеты, как просто хороший метод бейбиситерства. И родителям всем нам легче просто как бы посадить ребенка у экрана, чтобы он смотрел и как бы нас не трогал и не отвлекал, не мешал. Но на самом деле это очень часто как бы опасная, негативная информация. Если взять вообще мир интернета, всех фильмов или всех мультфильмов, то я думаю, можно легко сделать вывод, что большинство из них несут как бы иногда негативное влияние, особенно когда мы смотрим на это с христианской точки зрения. Это противоречит Писанию. Например, вот скажем, даже взять сферу сексуальных намеков. Вот фильмы 50 лет назад и сегодня. И сегодня эти сексуальные намеки, провокация, развратная идея, она уже проталкивается в умы как бы маленьких еще детей. И мы, кстати, в нашем выпуске очень ярко тоже показываем много отрывков мультфильмов, где вот этот призыв, там, поцелуй, обними, там, как бы девушку. И даже полураздетые как бы кадры уже в мультфильмах они присутствуют. Мы же все понимаем, к чему это ведет, на что это настраивает детей с раннего возраста. И, конечно же, впоследствиях это приводит как бы к греху и к желаниям, которые противоречат библейским заповедям. Хорошо, мы разобрались с советскими мультфильмами, мы разобрались с Диснеем. А что по поводу христианских фильмов и мультфильмов? Они все хорошие? Ну, я бы сказал, что сегодня очень много можно чего заэволировать под названиями или под категорией, там, детские, христианские. И оно как бы выглядит таким добрым и безобидным. Но я бы сказал, что, к сожалению, это не всегда так. И есть даже фильмы, которые можно назвать псевдо-христианскими. То есть я думаю, что это все стоит проверять и узнавать родителям, чтобы убедиться, что это точно несет хороший смысл и будет полезным для наших детей. Я думаю, мы несколько роликов прикрепим в описании о том, чтобы получше разобраться в некоторых христианских фильмах, сериалах, сюжетах. Хорошо, тогда мы, получается, в тупике. Какой выход? Неужели совсем не читать сказки, не смотреть мультфильмы, не позволять это делать детям? Я думаю, что всегда можно найти выход. И я думаю, что самое главное понять родителям, это то, что нам важно научить детей принципам или критериям, по которым они должны ориентироваться. И правильно делать вывод, какие мультфильмы можно смотреть, какие нельзя. Потому что я думаю, мы как родители не успеем за всеми выпусками, мультфильмами. Сегодня их так много выходит, что нам нужно ничем не заниматься, только просматривать мультфильмы. Поэтому, если мы сможем научить детей, я приведу вот практический пример. Например, если мы детям сможем объяснить, что волшебство, колдовство, спиритизм — это плохо. И объяснить, почему это плохо. Потому что об этом говорит Священное Писание. Потому что сам Бог призывает не ходить к волшебникам. И если мы это научим, расскажем, то есть ты видишь вот там шар и руки над этим шаром, человек произносит какие-то слова непонятные, колдует. Человек имеет какие-то вот сегодня в диснеевских мультфильмах очень популярные такие супер-поуэрс, это супер-силы, да. Что это как бы неестественно. Эта сила, она откуда-то, либо она от Бога исходит, либо же она от дьявола исходит. И вот эти вот моменты нужно детей научить. Или, например, другие моменты, например, как демон и дьявол. Если мы видим вот эту символику, там, драконы, там, змеи, дьявол. Нужно также детям объяснить, почему это плохо. Какой смысл кроется за этой символикой. И тогда, я надеюсь, что наши дети в будущем смогут разобраться, смотря на любой новый выпуск, что если там есть супер-силы, колдовство, волшебство, присутствие демонов, то это плохо и это опасно. Вот я думаю, вот это главное, что мы должны научить наших детей. Да, я еще бы посоветовала, у нас есть такой комментарий, что неужели там не читать все сказки, как же детям развивать фантазию. Я всегда была за книги, и до сих пор есть, и всегда буду, я думаю. Но я бы посоветовала, что касается мультфильмов, три пункта. Во-первых, это следить за возрастом ребенка. Есть мультфильмы, которые для маленьких детей вообще не подойдут. Но когда им 9-10 лет, и они уже многое понимают, ты можешь им это включить. Второй пункт – это просматривать мультфильмы вместе с детьми. Я думаю, это очень хорошая практика, когда вы вместе просмотрели. И потом анализировать. И третьей, да, обсудили, что вы увидели, что хорошо, что плохо, какой вывод вообще можно сделать в этом. Как не стоит поступать. Я думаю, что это прям очень хорошая такая практика для того, чтобы объяснить детям наглядно, что хорошо, что плохо, что стоит смотреть, а что нет. Из этого вытекает вопрос – контроль. Контроль – это хорошо или плохо? А мы ведь не можем от всего уберечь детей. Ну, я думаю, что даже взрослые, наверное, признают тот факт, что порядок люди не любят, особенно когда их, даже взрослых, призывают к порядку. Но, тем не менее, все очень быстро устают от беспорядка. И если посмотреть на тему контроля, и кто-то, может быть, думает, что вот вы верующие, там, фанатики, у вас как бы все нельзя, нельзя, нельзя. Но давайте отложим в сторону веру. И люди, которые даже не верят в Бога, я уверен, что вы контролируете ваших детей. И дети, которые никак не контролируемые, не управляемые, мы это больше обозначаем как невоспитанные дети. Поэтому, конечно же, контроль, он должен быть, особенно, когда мы говорим за детей. А если взять точку Писания, то в Писании сказано, настав юношу в начале пути. Именно в начале. То есть, когда дети вот еще маленькие, когда еще только формируется их характер, мышление, принципы, то вот здесь вот важно и контролировать, и учить. И я согласен, что с другой стороны мы не сможем все проконтролировать, и все запретить, и везде быть с детьми, и все успеть как бы усмотреть. Поэтому здесь снова возвращаемся к тому же пункту, что важно научить принципам, критериям, чтобы дети могли сами в будущем ориентироваться и отличать добро от зла, что демоническое, что святое, что хорошо, а что плохо. Да, еще я бы немножко добавила, что, вот это тоже мой пример, все-таки иногда контролировать и быть максимально вовлеченным в то, чем занимаются, чем увлекаются дети, очень-очень важно. Я обычно увлекаюсь классической литературой, читаю больше классику, но решила в последнее время, наверное, несколько лет назад прочитать современную литературу. Зашла на BookTube, это на YouTube такая, как скажем, организация, где люди говорят о книгах, и выбрала пять самых популярных на то время книг современных. Я прослушала отзывы просто замечательные сюжеты, там, класс, супер, и я купила эти пять книг. Это шокирующая информация, но в четырех из пяти книг присутствовали персонажи ЛГБТ. Четыре. Из пятерых книг, да, из пяти книг, и это были не главные герои. То есть я нигде не слышала, когда рассказывали о сюжете, чтобы говорили об этом. То есть я бы точно тогда не купила. Но там это не главные герои. У кого-то сосед, у кого-то друг, у кого-то брат. Это вообще никак не повлияет на сюжетную линию, если их убрать. Но они есть. То есть на подсознательном уровне проталкивается идея, это нормально, это нормально, это везде, это вокруг, и это нужно принять. Да, но самое интересное, что в пятой книге, в которой не было ЛГБТ, присутствовала откровенная сцена. Эта книга не 18+. То есть это книга для подростков и популярных подростков. У нее очень хороший смысл. Очень хороший смысл. И во всех остальных книгах сам смысл очень хороший. Но вот эти моменты очень смущают. В четырех книгах ЛГБТ и в одной откровенная сцена. Это вот эти примеры, которые Катя, ты рассказала, это нам еще раз подтверждает то, как развивается мир и куда катится мир. И это все более и более развращает людей, молодое поколение, подрастающее поколение. Потому что это все противоречит божественным принципам и заповедям. И в этом как бы есть опасность. Что чем больше мы наблюдаем за развитием мира, тем как бы мы видим, как труднее молодому поколению справляться с этим. Да, и отличать добро от зло от нормы от ненормы. И если вы думаете, что это только о зарубежных книгах, и российское там или русское, или наше славянское сообщество не допускает, в тираж такие книги, вы глубоко ошибаетесь. Есть очень популярные книги «Лето в пионерском галстике», кажется, называется, написанная русским автором. И она полностью об ЛГБТ. Это главная, основная линия. Есть издательства, которые, их основная идея доносить о меньшинствах, и в том числе о сексуальных меньшинствах. И это допускается в магазинах, в книжных магазинах, везде продается. Значит, собственно, не такое консервативное, как может иногда показаться, что это где-то Запад и все. Хорошо, а как, если я опоздал, и мой ребенок уже не слушает моих советов, что смотреть можно, что нельзя, что мне делать? Я бы еще хотел дополнить на вопрос контроля. Я думаю, что здесь важно родителям также помнить, что суть не в том, чтобы запретить, а я думаю, что важно дать альтернативу нашим детям. Если мы что-то запрещаем, то мы должны что-то предложить, что для детей будет интересное и положительное. И здесь уже, я думаю, стоит нам, родителям, использовать нашу креативность, чтобы находить полезные, хорошие и мультфильмы, и книги, и какие-то игры. И для этого нужно уже родителям прилагать усилия и быть в этом вопросе умышленно, вовлеченным в процесс воспитания наших детей. Иначе, если мы просто говорим «нельзя, нельзя, нельзя, нельзя», я думаю, этот момент слабо сработает, потому что их окружение, дети в школе, друзья на улице, везде, где угодно, они все об этом говорят, что Дисней – это круто, это интересно, эти мультики очень популярны и так далее. Вот здесь вот важно как бы родителям быть как бы в теме, быть в курсе и обязательно искать как бы альтернативу и много с детьми беседовать. Не просто такой ответ «нельзя» и все. Нет, уже, я думаю, надо объяснять. Мы живем в век такой технологии, информации, где уже нужно больше объяснять как бы детям, почему нельзя и предлагать им альтернативу. Я, да, еще раз повторю вопрос. Если опоздал, если опоздал, и ребенок больше меня не слушает, что мне делать? Я думаю, что наша ответственность и твоя ответственность как родителя, во-первых, в любом случае сказать или предупредить об опасности. Дальше уже, конечно, у каждого человека, особенно по мере взросления, есть выбор послушаться, не послушаться и сделать как бы решение. Еще дополню, что если, к сожалению, вы опоздали, то тогда, я думаю, стоит вот эти советы, всю эту информацию, которую вы сейчас слышите, передать или попробовать помочь вашим внукам или другим детям. Возможно, им это придет вовремя, эта помощь, и сможет их защитить. В любом случае, я думаю, что мы должны действовать, мы не должны стоять в стороне, молчать, ничего не говорить и думать, что ну вот мир катится вниз, и вот все, мы ничего не можем делать. Мы должны сделать все, что мы можем со своей стороны. Да, я думаю, что здесь мы можем посоветовать пособие, которое есть у Александра Шевченко, оно называется «О переемственности веры христианской», и там есть глава о контроле, контроль или доверие Богу. Или книга Пола Триппа, называется «Воспитание, 14 принципов воспитания детей», в котором тоже есть такие главы, закон, авторитет, контроль, которые, я думаю, что в нашей теме будут очень полезны. Да, я думаю, хорошо иметь баланс, учиться у других и перенимать как бы хороший опыт, поэтому попробуйте найти эти книги, я думаю, они для вас будут полезны. Что пожелаем зрителям? Какое заключение мы можем сделать? Ну, я бы, наверное, посоветовал родителям, во-первых, будьте очень осторожны, что смотрят ваши дети, даже если они идут к своим друзьям в гости, и это хорошая как бы семья. Вы не знаете, какие мультфильмы, фильмы там они смотрят, и иногда родители туда вообще не вникают. Второе, я бы посоветовал, наверное, ограничивать ваших детей, все, что касается электроники, гаджетов, вообще просмотра там фильмов, мультфильмов, телевизора и так далее, потому что сегодня, к сожалению, очень много еще идет рекламы между мультфильмом и фильмами, как бы, и часто эта реклама очень тоже такая развратная, иногда демоническая, особенно, например, там какие-то фильмы ужасов рекламируются, какие-то сцены, которые вообще неприемлемы для детей, и они, как бы, тоже это все, как бы, видят. Я бы еще посоветовал родителям умышленно искать методы, чем увлечь ваших детей, чтобы это было и полезно, и чтобы вы, как родители, с ними проводили время. Я поделюсь одним из методов, которые я практиковал со своими детьми, когда они были чуть младше. Я называл это destination unknown. Это, как бы, мы куда-то идем, в какое-то путешествие, и они не знают, куда. И они меня всегда спрашивали, папа, ну куда мы идем? Ну скажи, ну пожалуйста, ну скажи. Я им говорил, нет, это будет сюрприз. И вот они так ждут этого момента, и вот мы едем, и вот я их привожу. Вот, например, у нас есть в городе, называется там Candy Factory. Это фабрика, где делают конфеты, и они сами могут эти конфеты там делать. Они в таком восторге. Это целый день такое событие, как бы. И как бы, ну, суть как бы в том, что это нужно было заранее найти, узнать там это все, продумать, придумать, как это детям как бы подать и так далее. Это всего лишь один из методов. Еще, что я советую родителям в плане воспитания, это использовать момент у детей, очень короткий, как сказать, attention span. Внимание, да. Внимание, они держат очень, отрезок внимания очень короткий. Поэтому, как бы, используйте вот моменты, когда дети вот сидят, и они никуда не могут убежать и вас послушать. Один из таких методов, которые вы можете практиковать, это в машине. Пока вы едете, детей привязали, пристегнуты, они никуда не выпрыгнут с подводной лодки, и вы им рассказываете, говорите, какой-то урок преподаете, что вы хотите их научить. И вот они как бы вас слушают, вот ловить вот такие как бы моменты. И еще я бы сказал, говорить вашим детям об опасных вещах, несмотря на то, что они маленькие, и вам кажется, что они это не понимают, но все равно о них стоит говорить. Вот я, например, помню, что я своим детям рассказывал, что я вот им пытался передать, что вот однополые браки, вот это гей, это плохо. Вот как ребенку объяснить, что вот это вот плохо. Вот я пытался на простом языке, я сам это делал первый раз, как родитель, говорить, что вот если там мальчики, мальчик целуются, это плохо. И я пытался им как бы вот это объяснить. Если девочка и девочка, это тоже плохо. Они меня спрашивали, а если сестричка и сестричка родные, это можно? Ну, конечно, можно как бы. Но вот они вырастают, и у них формируется как бы уже вот такое, я думаю, когда вот они верят папе, что все, что папа говорит, это правда, он для них герой до определенного возраста. Вот здесь вот им важно как бы говорить о таких вещах, которые, кажется, ну, детям рано об этом говорить. Но их нужно уже программировать, когда они вырастут, и это первый раз увидят, чтобы они понимали, о, а папа говорил, это плохо. Также, например, детям объяснял там за наркотики, за сигареты. Они еще не знали, что такое наркотики, как бы. Вот я им рассказывал, там, например, если вот там человек, там, вот берет иголку и вкалывает в свою вену, это плохо. Потом человек встает как бы там зависимый, там, или вот сигареты, почему это плохо и так далее. И я вот пытался прививать это детям. Когда они вырастут, это увидят потом. Они будут помнить то, что родители вложили в них. Поэтому идея в том, чтобы родители первые рассказали им их взгляд на разные вот эти негативные современные вещи, которые выходят, которые Библия называет или грехом, либо мы, как родители, не хотим, чтобы дети этим занимались как бы в будущем. Ну, конечно, советов много, книг тоже очень много. И часто мы учимся, к сожалению, на своих ошибках. И я тоже не идеальный родитель. Но вот то, что мы можем, то мы советуем. Надеюсь, это кому-то будет полезным. Спасибо большое. Благодарим вас. И мы просим отзываться, продолжать отзываться на наше первое видео. И также на этот выпуск. Предлагайте ваши темы, которые вас интересуют. И на которые мы можем также сделать отдельный видеопроект. Я еще добавлю, обязательно поделитесь этим видео с другими людьми. И видео, если вы не смотрели, которое называется «Чем опасен Дисней?», обязательно просмотрите. И также поделитесь с другими родителями. Я верю, что оно очень актуально и очень будет полезно для многих родителей.